И теперь этот блок мертв, напрочь мертв. Ну а теперь о моих планах на будущее. Слишком много на нем завязано, мы его исключить не можем. Готов бороздить дороги в Лос-Анджелеса. Вы будете присутствовать к всей этой схеме. Ребят, всем привет и добро пожаловать в очередной выпуск на канале LA Garage. Если вы видите на мне униформу, то это значит лишь только то, что я остаюсь в автосервисе, чтобы закрыть все дела. И в первую очередь это, конечно же, Volkswagen. И сейчас я вам расскажу, что у меня с ним происходит. И также, конечно же, я расскажу вам о своих планах на будущее. И происходит у меня тут очередной раунд борьбы с проводкой. Ну, точнее, я бы даже не сказал, что прям борьба с проводкой. Эту ситуацию можно охарактеризовать следующим определением. Горе от ума. Итак, смотрите, что здесь у нас происходит. Эта проводка уже была вся аккуратно сложена и спрятана под заднее сидение. Но вчера случилось то, что случилось. Если вы видите Женю здесь, это значит, что то, что мы пытались поехать, но наш Volkswagen заблокировался опять. Был первый выезд на этом автомобиле. Да, я на нем поехал. Приехал Женя, разблокировал эту машину, потому что она была заблокирована. Так как мы играли с проводкой, обрезали все лишнее и что-то отрезали, что дало сигнал компьютеру Airbag заблокировать машину. Что, собственно говоря, он и сделал. Мы это уже делали, поэтому никакой проблемы для нас это не составило разблокировать его опять. В итоге я выехал. Но как выехал? Я съехал с подъемника, понял, что тормоза у меня практически отсутствуют. Заехал обратно. И нам с Женей пришла в голову светлая мысль. Ребят, те, кто в теме, пожалуйста, не смейтесь. Но мы решили исключить в дальнейшем вот такого плана блокировку и убрать вообще блок Airbag из системы. Ну, как бы сказано, сделано. Мы его отключили, попробовали включить зажигание, подключить компьютер, поняли, что ничего не работает без этого блока. Ну и, собственно говоря, мы подключили назад блок Airbag, включили зажигание, увидели, что машина опять заблокирована. Естественно, подключили компьютер, чтобы его разблокировать. Но это у нас не получилось. И вообще возникла какая-то странная ситуация. То есть компьютер, кто видит бортовой компьютер, кто не видит. То есть он включается, выключается. Это совершенно непонятная ситуация. И очень было похоже на то, что где-то какой-то плохой контакт. Что-то пропадает, где-то питание. Ну и, естественно, я сразу же полез вот сюда, в эту кучу проводов и начал искать этот самый плохой контакт. В это время Женя начал искать информацию в интернете, что это вообще может быть. Ну и спустя пару часов вот таких вот совместных поисков Женя пришел и говорит, блин, ты знаешь, у меня для тебя есть очень хорошая новость. Дело в том, что этот блок Airbag имеет лимитированное количество перепрограммирования. И мы этот лимит исчерпали. И теперь этот блок мертв, напрочь мертв. Но мы как бы решили не сдаваться. Вызвали еще одного специалиста, который занимается именно вот этими блоками Airbag. Он приехал, подтвердил нашу первоначальную версию. И теперь мне нужно где-то найти еще один блок Airbag. Хорошая новость в том, что это все-таки Chevrolet. И эти блоки, они подходят с очень широкого модельного ряда. И широкий спектр по годам. Где-то начиная с годов с 2013 по 2019 год. То есть, это может быть какой угодно Chevrolet. Так что, вот. Я сейчас все это дело буду складывать назад. И, соответственно, еще заниматься салоном. Ну, короче, дел по мелочевке у меня еще очень много. Мне есть чем заняться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но пока еще рановато. Пока мы сделаем вид, что мы на нем поехали. Кнопочка старта у нас уже нормально. Все так нажимаем тормоз, нажимаем кнопочку. Машина у нас начинает оживать. Смотрите, все сгорит. Все работает. В принципе, все. Практически можно... Смотрите, педаль тормоза у нас и педаль газа. Тут все как нужно. Все удобно. Как стандарт. Вот эта вот консолька, я ее покрасил в цвет салона Польсвагена. Это было пожелание заказчика. Но, блин, чуть-чуть не попал в цвет. Но это бывает. Вот, видите, мы можем только на нейтралочку переключить на данный момент. Ну, и на парковку, соответственно. Напоминаю, что у нас же основное требование. Оригинальный вид интерьера и, собственно говоря, экстерьера. Я оставил даже, видите, указатель уровня топлива. Ну, и, соответственно, спидометр оригинальный, чтобы все выглядело вообще вот так, как оно должно выглядеть. Мы даже сюда приемник поставили, специально стилизованный под те года. Этим не будем пользоваться. Хоть он установлен. Дело в том, что его вообще, по идее, можно было бы не ставить. Но слишком много на нем завязано. Мы его исключить не можем от цепи. Поэтому мы его просто вот спрятали таким вот образом. Конечно же, нужно будет сделать развал схождения. Я его выставил так на глазок. Но нужно будет ехать на стенд. Это по-любому. Что еще осталось сделать? Смотрите, во-первых, это, конечно же, поставить резину. Как я говорил, мы заказали специальную резину для Volkswagen. Она такая с белым кортом. Потом покрасить диски в белый цвет. И сюда пойдут вот такие вот колпаки оригинальные Volkswagen. Но airbag нужно поставить и перепрограммировать. Сзади у нас тут нужно поставить крышку капота такого импровизирования. Она уже готова. И осталось его только установить. Но об этом даже нет смысла говорить. Вы же понимаете, что это было буквально на пару часов. Ну и, в принципе, наш Volkswagen готов уже к выезду. Готов бороздить дороги в Лос-Анджелесе. Но даже не то, что Лос-Анджелесе, а прям всей Калифорнии. Вы знаете, блок Airbag так и не приехал на наш Volkswagen. Точно так же не приехали на него еще колеса. Видимо, перед Рождеством на почте тут случился полный ахтунг. И отсюда у меня возникла диалемма. Что же, собственно говоря, делать? Переносить выпуск. Ибо я очень хотел вам в этом выпуске уже показать первый выезд этого Volkswagen на дороге. Ну, либо же показывать то, что уже сделано. Но я подумал, подождал еще сегодня день. Наступило время X, когда уже либо нужно монтировать выпуск, либо же переносить его. И решил выпуску быть. Я же вспомнил, что в прошлом выпуске я нечаянно, серьезно вам говорю, нечаянно затеял такую нешуточную интригу, как оказалось. Я не думал на самом деле, что это вот настолько будет интересно. Что еще хотел бы сказать? При любом раскладе, вы это поймете дальше по сюжету, проекты будут продолжены. Это 100%. Ну, а теперь о моих планах на будущее. Представьте, Владивосток, автосервис. И у этого автосервиса название LA Garage. Круто, да? Но на самом деле к этому вопросу мы вернемся как минимум через год. А сейчас мы с вами едем в Майами, во Флориду открывать автосервис. Мы летим над облаками. Мы летим, мир под ногами. Мы летим так высоко. Сегодня LA, завтра Майами. Мы летим над облаками. Как это будет выглядеть? Вы знаете, самый простой вариант это просто снять большой бокс, нанять работников и вперед. Работа пошла. Есть, конечно, свои нюансы, но ничего сложного в этом нет. Мы же пойдем с вами другим путем. Да, я не оговорился, я сказал с вами. Потому что вы будете участвовать во всем процессе. Поиски помещения, открытие самого автосервиса, организации работы. Вы будете знать, какие расходы. И, соответственно, вы будете знать, какие доходы. То есть вы будете присутствовать во всей этой схеме. Интересно даже для тех, кто собирается переезжать в Америку и открывать свое дело. Мы практически прощаемся с Хермозой. Конечно же, будет сувенир на розыгрыш. С Хермоза бить. Вот такую вот футболочку я куплю и разыграю в ближайшем выпуске. Как вам? Ну все, ребят, подарочек для вас. Куплен, упакован. Thank you so much. See you later. See you. В комментариях было очень много предположений, что я пойду работать в Денису. Ну нет, ребят, во-первых, не было такого предложения. Во-вторых, да я бы и не пошел. И Денис, наверное, об этом прекрасно знает. Потому что я уже достаточно самодостаточен. И в этом автосервисе, в котором мы работали. А мы же работали сами на себя. И поэтому работать на кого-то, ну мне вообще неинтересно по определению. Поэтому извините, если я не оправдал чьих-то надежд. Возле этой елки я хотел бы подвести итоги уходящего года. А также поздравить вас с наступающим Новым Годом. И пожелать вам всего только самого хорошего. Всего самого лучшего. Успехов. Позитива. Здоровья вам. Вашим близким. В общем, ребят, спасибо вам за то, что этот год я провел с вами. И надеюсь, в следующем году это будет гораздо более интересно. Гораздо на более высоком уровне. Блин, я рад, что вы со мной. И вы знаете, я не сентиментальный человек. Но ваши комментарии под прошлым выпуском тронули меня. Я просто вот до глубины души. Да, ребят, спасибо вам огромное за то, что вы со мной. И за то, что вы идете со мной в следующий год. Я очень рад, на самом деле, что вы у меня есть. Спасибо вам огромное за поддержку. За ваше участие в том, что происходит у нас на канале. Спасибо вам. Ну, а сейчас наступила грустная минута расставания. Буквально до следующего выпуска, который будет уже из Флориды. Ну, а вам же я предлагаю посмотреть, каким для меня был этот год. Вспомнить все. Причина того, что я в кадре, я это очень не люблю. Это вот Денис, который стоит, Жаня. Ну, да. Дима сказал, что это будет круто. Вот это мы отпиливаем. Да. И с той стороны отпиливаем. А вот здесь вот эта щель как быть? Ну, пеной монтажной. Иди ты в жопу с пеной монтажной вообще. Я серьезно спрашиваю. Насколько я понимаю, мотор даже не разбирали. Его покрасили прям по грязи. Особо не заморачиваясь. Полицейский Форд Глеба Ти Ви начал приобретать очертания действительно полицейского автомобиля. Начинаем работу над установкой электродвигателя в один из пульсвагенов. Посмотрите, какой шов у меня получается. Ну, пока я тут оживил один проект чердака, приехал, черт возьми, следующий проект чердака. И сам он вернулся, потому что турбины потекли. Дима, пошел ты, б**, закончил он надолго. Вот это все знаешь, куда можешь запихать, а? Че еще тебе б**? Как пластмассовый стал. А, нет, оказывается, мы еще кого-то можем удивить тут. Дмитрий, what the f** are you doing? Че ты не понял? Какая сволочь номер-то сперла, а? Ну, я знаю, какая. Иди сюда. No. Ра, Шангай. Да я знаю, почему я херню несу, потому что я весь твой, блин, декольте. Ксения у нас без декольте, но зато с интересной машиной. У меня есть табличка напоминания, чтобы не перепутать на заправке гензин или дизель. Можно было бы задать традиционный вопрос. А что курили дизайнеры? Член. Причем большой член. Может быть, поэтому владелец этого автомобиля не хочет с ним расставаться. Сейчас он ездит только таким вот образом. А что вы тут делаете? Это минимум. Ну, встреча, мы снимаем встречу, понимаешь? Нет. Ну, вот ты не понимаешь, а мы снимаем. Я могу... С такой херней ко мне приехала. Судя по тому, что тут ничего не открывалось, вы видите, даже земля вот бразильская, она прилипла. И тут прикрепит пружину проволочкой. Восхитительное качество работы. Ну, раз как эту херню, теперь будем мы туда сылать, понимаешь? Ну, у тебя опыта больше. Сколько ты, блин, отдала за одну штуку вот этого? Блин, Тим! Чё? Как эту хрень говорю? Вот это было круто. Тима, вы не работаете, блядь, сука. Субтитры сделал DimaTorzok